Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это особенности общественного движения в России во второй половине 19 века. Нерешенность аграрного вопроса и условия отмены крепостного права обусловили активацию движения крестьян. Это стимулировало и представителей радикального течения в обществе, которые высказывали надежды на крестьянское восстание. В 1860-е годы сформировалось два центра радикального направления. Первый центр во главе с Герценом был за границей в Лондоне. Второй центр во главе с Чернышевским сформировался в России. В 1860-х годах в России возник ряд тайных организаций. Все они возникли на основе идей Чернышевского. Первой наиболее мощной разветвленной революционно-демократической организацией стала Земля и Воля. Она насчитывала несколько сот человек, среди которых были офицеры, чиновники, студенты, творческая интеллигенция. Они стремились к подготовке почвы для революции, для чего начали активную нелегальную издательскую работу, пытались разъяснять массам необходимость свержения монархии, создания демократии, говорили о целях и задачах грядущей революции. Но в итоге их деятельность не получила широкого отклика в крестьянской среде и также благодаря противодействию органов правопорядка вся работа этих организаций была сведена на нет. Многие из них распустились сами или под давлением власти. Участники их подверглись арестам или были вынуждены эмигрировать. В целом общество имело негативное отношение к радикалам. К концу 1860-х годов сторонники идеи Чернышевского избирают иную тактику антиправительственной борьбы. Это заговорщичество и террор. Так возникают организации «Народная расправа» или «Кружок Ишутина». Следует сказать, что в своих действиях они были достаточно решительны. Например, в 1866 году Ишутинец Дмитрий Каракозов, студент, совершил неудачное покушение на Александра II. Но усилиями властей революционно-заговорческое движение было разгромлено. В 1870-е годы зарождается поддержанная интеллигенция и народничество. В основе своей оно имело все те же идеи Герцена и Чернышевского. В самой народнической идеологии при этом зародилось либеральное и революционное течение. Революционные народники считали, что капитализм не имеет в России социальной поддержки и развивается насильно властью. Они уверяли, что крестьянство готово к социалистическим преобразованиям и видели перспективу развития страны в общинном социализме. Революционный метод признавался единственным для реализации преобразований в жизни. Русская интеллигенция отводилась решающая роль в революционных процессах. Но мнения о крестьянстве у идеологов революционного народничества разделились. Так Бакунин, основоположник анархического направления в народничестве, видел в русском крестьянстве бунтовщическую природу и считал его готовым к революции. Он говорил о необходимости уничтожить государство и создать федерацию самоуправляемых свободных общин. Лавров, идеолог пропагандистского направления, не считал русский народ способным воспринять революцию, а значит, среди крестьянства требовалась пропагандистская работа. Не считал крестьянина готовым к революции и Ткачев, сторонник заговорческого направления в народничестве. Но он говорил о необходимости учить крестьянина социализму. По мнению Ткачева, группа заговорщиков должна была захватить власть в стране и вовлечь русский народ в социалистическое преобразование. В 1874 году более тысячи молодых революционеров, следуя Бакунину, надеясь подтолкнуть крестьян к восстанию, провели массовое хождение в народ. Но эта пропагандистская идея полностью разбилась о психологию крестьян, их иллюзорные восприятиями власти. Аресты среди народников привели движение в упадок. Оставшиеся на свободе участники хождения в народ в 1876 году создают новые конспиративные организации «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел» и начинают террор в отношении представителей власти. Апогеем террора стало убийство императора Александра II 1 марта 1881 года. Принятие ключевых воззрений революционного народничества, отказ от силовой методики борьбы стали первым главным тезисом либерального народничества. Это течение не влияло на общественно-политическую жизнь, обрело авторитет с поражением народников-радикалов. Либеральные народники выступали за ликвидацию помещичьего землевладелия, пережитков крепостной системы, за необходимость улучшения жизни городов. Либеральные народники вели с населением культурно-просветительскую работу, используя в этих целях земские учреждения, прессу, общественные организации. Также в 1880-е и 1890-е годы зарождается течение марксизма. Марксисты заложили основу социал-демократического движения в России. Но до 1890-х годов это движение было слабо. Причиной этого было в том числе и то, что движение в рабочей среде было стихийным, выступало только за экономические послабления. И марксисты, понимая, что именно рабочие могут стать той прослойкой, которая может сделать революцию, говорили о необходимости возглавить это движение. В итоге политическая группа во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным настаивала на создании руководящей политической партии, которая смогла бы произвести социалистическую революцию и установить диктатуру рабочих, диктатуру пролетариата. Подводя итоги этому вопросу, можно отметить, что общественное движение в 1860-е и 1890-е годы сыграло ведущую роль в политической жизни страны. При этом сложная структура российского общества, напряженная обстановка в нем, нашли отражение в формах и взглядах общественно-политической жизни, обусловив выбор общественно-политическими союзами, теоретических и идеологических инструментов, тактики, необходимых для достижения программных целей и установок. Этой литературой вы можете воспользоваться для более тщательной подготовки к данному вопросу. Благодарю за внимание.